Израиль 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 Он Кроме этого Много проповедовал Об Израиле по всему миру В церквях Однажды как-то он беседовал с одним израильским дипломатом И израильтянин в какой-то момент спросил его Скажите Все-таки Почему Вы занимаетесь Всем этим И Мой знакомый пастор посмотрел ему прямо в глаза И сказал Понимаете Один еврей В свое время Очень помог мне Израильтянин на секунду задумался Потом понял О ком идет речь Сказал Аааа Понятно И сменил тему Разговора Я молюсь Чтобы все христиане Трудящиеся на благо еврейского народа Имели такую же мотивацию Как мой знакомый пастор Благодарный еврейскому мессии Иешуа За его спасение Я верю Что таких как он большинство Однако к сожалению иногда христиане сами говорят О других мотивах Своей деятельности Я приведу два самых распространенных примера Первый касается второго пришествия Христа Христиане ждут возвращения Господа Его окончательной победы над злом И наступление нового века То есть жизни на обновленной земле Под обновленным небом Они читают в Библии пророчество О том что перед возвращением Иешуа Бог восстановит Израиль И говорят посмотрите Ведь это же происходит прямо сейчас У нас на глазах Восстановление Израиля На это я говорю Хорошо А что же дальше А дальше говорят некоторые Подчеркну некоторые Не все Но некоторые христиане говорят А давайте-ка мы поможем Господу Богу В том что он делает И ускорим Возвращение Иисуса А как ускорим? А вот например Мы будем помогать Евреям репатриироваться в Израиль Ведь Бог сказал Что перед его возвращением Евреи соберутся в Израиле Вот и отлично Давайте поможем им Собраться побыстрее Глядишь И Господь сам Побыстрее соберется Тогда в обратную дорогу То есть на землю С небес И я совсем не против того Чтобы евреи Ехали в Израиль Я не против того Чтобы христиане им помогали Но при этом у меня все-таки Есть два вопроса Вопрос первый Наше ли это дело Ускорять пришествие Господа? Ускорять его возвращение? В первой главе книги Деяния апостолов Мы читаем Как Ешуа Задали вопрос Ученики Спросили Ешуа Не сейчас ли он восстановляет Израилю царство? Он ответил следующим образом Не ваше дело Знать времена и сроки Которые Отец Положил в своей власти Но вы примите силу Когда сойдет на вас Дух Святой И будете мне свидетелем Свидетелями по всей Иудее И Самарии И даже до края земли Как я понимаю Это означает Что нам не надо Совать свой нос Если попросту выражаться В те вещи Которые ведемы Одному лишь Господу Богу Например Времена и сроки Связанные с его Возвращением С установлением на земле Царства Божьего И так далее Вместо этого надо Просто тихо делать То дело Которое он Поручил нам А именно Быть его свидетелями Здесь На земле Всем людям Во-вторых При таком раскладе Восстановление Израиля Это не цель А лишь средство 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 Ускорения Второго Пришествия Но мы с вами Ведь говорим Все-таки Когда мы говорим О помощи евреям В переезде в Израиль Давайте не забудем Мы с вами говорим О живых людях Которые переезжают Из одной страны В другую А люди Никогда не могут быть Просто Средством Для реализации Наших целей Поэтому я Отлично понимаю Разочарование Тех моих Соплеменников Евреев Которые Узнав О месте Израиля В христианских Сценариях Последнего Времени Понимают Что для этих христиан Мы Евреи Это лишь Пешка В глобальной Эсхатологической Игре Второй пример Неправильного И еще более эгоистичного Мотива Про израильской деятельности С которым Приходится сталкиваться Касается Обетование Божьего Аврааму В книге Бытие В 12 главе В стихе 3 написано Благословляющих Тебя благословлю И злословящих Тебя проклину Сказал Господь Бог Аврааму О нем и о его потомстве И читающие Библию христиане Дойдя до этого стиха Понимают Что с евреями Надо обращаться Аккуратно Они начинают следить За тем Что и как они говорят О евреях Чтобы упаси Боже Не навлечь на себя Проклятие Но некоторые Идут дальше И говорят Мы хотим Не просто избежать Проклятий Мы хотим иметь Божье благословение А один из ключей Благословенной Жизни Это благословлять Семя Авраама Вот поэтому Мы и благословляем Израиль И в самом деле Посмотрите Как вырос наш бизнес Или как выросла Наша церковь С тех пор Как мы начали Заниматься Произраильской работой Например Жертвовать деньги На помощь Евреям Вальпатриации И как мы начали Молиться за Израиль Так Что-то сразу Включилось И бизнес пошел Вперед Или церковь начала Расти Я вполне допускаю Что Божье благословение На жизни человека Или на жизни церкви Каким-то образом Или на бизнесе Каким-то образом Связано с тем Что человек Или церковь Или бизнес Благословляют Израиль В конце концов Бог пообещал это И он исполняет свои обещания Однако у меня все-таки Есть пару вопросов Во-первых Откуда вы знаете Что рост вашего бизнеса Связан Именно с тем Что вы начали делать Что-то на благо Еврейского народа Вы скажете Но ведь Бог обещал Благословить тех Кто благословляет его народ Конечно обещал Но разве Это единственная причина По которой Бог может вас благословить По которой Что-то может расти Хорошее В вашей жизни В вашем служении Вполне возможно Есть какая-то другая причина Этого роста О которой вы сегодня Еще не знаете И даже и не догадываетесь Представьте себе Что где-то в Африке Или в Новой Зеландии Бог вложил Какому-то совершенно Незнакомому вам Христианину В сердце Или группе христиан Молиться за вас Или за ваш бизнес Или за вашу церковь Причем Вне всякой связи С вашими пожертвованиями На еврейскую работу И с вашими молитвами За Израиль Что Бог Такое может сделать Конечно может Он же Бог Он все может сделать Он любит вас И хочет вас благословить И ему совершенно не нужны Ваши указания Когда и как Это делать Вы опять говорите мне На этом Но ведь я же благословляю Евреев И поэтому Бог Благословит меня Я отвечаю вам Конечно Если вы разбогатели По молитвам африканцев То благословения Связаны с вашими молитвами За Израиль И с вашими пожертвованиями На еврейскую работу Или уже пришли В какую-то другую сферу Вашей жизни Или они еще обязательно Придут в вашу жизнь В будущем Они впереди И вам не нужно На мой взгляд Ломать голову Над тем Где они И когда они придут Если еще не пришли Бог ожидает от нас Не какой-то Сверхъестественной способности Увязать Те или иные события В нашей жизни С какими-то духовными Или практическими действиями Которые мы произвели Потому что мы не занимаемся Колдовством Мы не занимаемся По жизни Манипуляцией Мы не призываем Какие-то духовные силы В нашу жизнь Мы не называем Какие-то кнопки В царстве божьем Мы понимаем Что Бог Отжидает от нас Просто доверие ему И просто Послушание ему И поэтому Что можно сказать Если он Вложил вам В сердце В сердце Желание Благословлять Евреев Замечательно Просто делайте это И знайте Что Бог Конечно же Выполнит Своё обещание Конечно же Он благословит Вас И не беспокойтесь О том Когда он это сделает И как он это сделает Он это сделает Это первое Что я хотел сказать В этой связи Второе Представьте себе Что вы живёте Не там Где вы живёте Сейчас А в Германии Тридцатых Или сороковых Годов Прошлого века И представьте себе Что вы благословляете Тамошних евреев Тем Что укрываете Их от нацистов Задумайтесь На секундочку И представьте себя В этой ситуации И задайте себе Такой вопрос Да И конечно же Учтите Что вот за вашу деятельность За укрывательство евреев Вас могут А в лучшем случае Упечь в концлагерь Надолго А в ходчем Расстрелять Вот так А теперь спросите себя Какова была мотивация Тех мужественных людей Которые именно это И делали Каких-то 70 лет Тому назад О чём они думали Когда они спасали Евреев от газовых камер С риском Для собственной жизни Они думали О благословении Обещанном им В бытии 12 главе В 3 стихе Я подозреваю Что нет Многие из них Кстати Из этих людей Они даже не были Христианами Поэтому Вполне можно предположить Что у них И мысли не было Никакой О собственных Благословениях Которые они Призовут С небес Таким Оригинальным И дорогостоящим И опасным Способом Они были просто Порядочными И смелыми Людьми Если неверующие В мессию Люди Способны На бескорыстные Поступки То тем более Мне кажется Верующие Должны Поступать Именно так Но если верующий Человек занят В первую очередь Тем Как ему Заполучить Недостающие Как ему кажется У него Благословение То бескорыстным Быть очень трудно А то и вообще Невозможно Почему же мы Бываем так заняты Самими собой Что даже Служение Другим Людям Которое По идее Должно быть Бескорыстным Становится Для нас Путем К нашим Собственным Благословениям Откуда Эта Расчетливость Вместо Любви Я не думаю Что христиане Выбирают Эгоизм Сознательным А мне Еще не доводилось Встретить Ни одного Христианина Который Сказал бы Открытым Текстом Я хочу Жить для себя А не для Господа И Господа Я просто Использую Очевидно Эгоистичная Погоня за благословениями Пролезает В нашу жизнь Из-под тишка И это происходит Разными путями Я хочу Сказать Лишь на двух Во-первых Это теология Преуспевания Которая Учит Что воля Божья Заключается В том Чтобы ты Был Всегда Здоров Всегда При деньгах И всегда И во всем Только Исключительно Успешен Как написано В книге Второзакония 28 главе Будешь Только на высоте И не будешь Внизу То есть Только начальником Хочешь жить По воле Божьей Верь Что Бог Даст тебе Свои благословения И полный Вперед Смело Иди К этим Благословениям Как идти Говорит нам Теология Преуспевания Есть вера Есть сеяние И есть жатва Ищи хорошую почву В которую Ты будешь сеять Свои семена Вот кстати Смотри Евреи Это хорошая Почва Благословляй Евреев И написано Сам Будешь Благословлен Теология Преуспевания Это отдельная тема Я ее затрагивал Уже в своих программах О деньгах Поэтому сейчас Мы не будем Заниматься ее Разоблачением Но в двух словах Скажу так Да Бог Конечно же Благ Но это совсем Не значит Что он обязан Исполнять Все наши желания Его воля Заключается Прежде всего В том Чтобы мы становились Все более и более Похожими На его сына Мессию Ишо А не здоровыми И богатыми Хотя он ничего Против этого не имеет А Ишо Кстати Хотя и был Физически здоровым И крепким человеком Отличался в первую очередь Не земным богатством А любовью к отцу И к людям Он отличался Послушанием Самоотречением И другими Духовными Качествами Другой путь Которым эгоизм Часто Завладевает Простите Нами Это наша Неуверенность В Боге И в себе Мы не осознаем Кто мы в Мессии И что у нас Уже Есть В нем И поэтому Мы видим Себя Обделенными Лишенными Не имеющими Чего-то И страдаем От комплекса Неполноценности А если еще На фоне Этого комплекса Нам скажут Что евреи Это особо Благословленный Богом Народ Первенец Божий Если мы Имея уже комплекс Услышим вот такие слова То комплекс этот Конечно же Еще больше усугубится И мы будем Просто завидовать Евреям Ну а там где зависть Там вы сами понимаете Ничего хорошего Быть не может Чтобы наши мотивы Были чисты Причем не только В еврейском служении А в любом другом Нам нужно прежде всего Разобраться С самими собой Мы должны понять Что самое лучшее Что с человеком В жизни Может произойти С нами уже Произошло Мы уже Встретились С Мессией Мы уже узнали Ишу Мы уже встретились С ним Лицом к лицу Мы уже В нем Мы члены Тела его От плоти его И от костей его Бог уже Благословил нас В нем Всяким Духовным Благословением Мы уже Имеем полноту В нем Тот который Не пощадил Сына своего Как вместе с ним Не дарует нам И всего Остального То есть Имеется ввиду Господь Пастырь мой И я ни в чем Не буду Нуждаться То есть Если мы регулярно Будем Уделять время Молитвенному Размышлению Вот над этими Стихами Которые я сейчас Процитировал Над другими Подобными Им То Эти вещи Начнут Эти слова Эти стихи Эти мысли Они начнут Работать В нас Они начнут Менять Наши видения Самих себя И они Помогут нам Освободиться От всяких Ложных Представлений О себе И о Боге И о нашем месте В нем И о том Как мы Выглядим Перед Ним И кто мы Для Него И если мы Еще вдобавок К этому Потом поймем Что перед крестом Ишуа Все Абсолютно все И евреи И не евреи Равны То вы Будучи не евреем Вы перестанете Комплексовать Перед евреями И завидовать им Тогда вы просто Сможете быть Благодарными Богу Как мой знакомый Пастор Благодарными Богу За еврейский Народ И смотреть На евреев Уже не как На хорошую Почву Для ваших Посевов Молитвенных И финансовых А просто Как на людей Которым Вы можете Послужить От избытка Вашего Сердца Спасибо Шалом Субтитры